Братья и сестры, я сегодня вечером хочу прочитать текст из Священного Писания, который записан в книге Второзакония, 32 глава, 11-12 стихи. Откройте, пожалуйста, у кого есть Библии, книга Второзакония, 32 глава, 11-12 стихи. Пока мы открываем, я кратко скажу предисловие. Мы с вами являемся, братья и сестры, детьми Божьими. Более того, мы с вами ученики Иисуса Христа. И как каждый учебный процесс, он имеет определенные стадии или стороны. Вот так и мы с вами учимся у Иисуса Христа. Где мы с вами учимся? Где эта духовная школа? Это церковь. Вот эта внешняя сторона, как ребенок, который учится, он ходит в школу. В школе он получает информацию, определенные знания. Но есть еще другая сторона, другая сторона обучения, внутренняя сторона, сокрытая от человеческих глаз. Это домашнее задание. Это тот процесс обучения, который формирует человека, который вырабатывает стержень его знаний, укрепляет его, утверждают. Это процесс, как правило, вдвойне мыслительный. Братья и сестры, вот мы, когда приходим в церковь, это как то же самое почти иллюстрация, как мы приходим в школу. Но есть еще внутренняя сторона, без которой человек никогда не сможет на ноги встать, никогда не сможет окрепнуть в уповании своем. Это закрытая комната человека. Это то святое святых, где человек в формате один на один имеет общение с тридинным Богом. Это очень важно. И вот сегодня я хотел бы поговорить об ученичестве или о процессе воспитания. Как Бог нас воспитывает. И я немножечко коснусь о том, как мы через воскресную проповедь получаем воспитательный процесс, или воспитываемся. Или еще, ну в основном мы поговорим о внутреннем процессе, как человек, общаясь с Богом, может стать настоящим дитем Божьим. Вот в том смысле, в котором Бог имел определенный замысел по отношению к каждому из нас. Давайте мы прочитаем 11-12 стихи. «Как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих, так Господь один водил его, и не было с ним чужого Бога». Братья и сестры, эти слова взяты из прощальной речи Моисея к народу израильскому. Основная цель книги Второзакония – это пересказать заново закон Божий, закон, который Бог дал Моисею на горе Синай. И вот старец Моисей, рассказывая заново основополагающие моменты закона, он свое собственное толкование прикладывает к этому и дает некоторые пожелания и иллюстрации. И вот он говорит, что Бог в пустыне воспитывал народ Израиля. Как? Как орел вызывает гнездо свое. То есть он сравнил поведение орла по отношению к гнезду с тем, как Бог воспитывал народ израильский. Братья и сестры, когда я читал этот текст, у меня сразу бросилась в глаза вот эта форма глагола. Смотрите, как орел вызывает гнездо свое. Немножко непонятный глагол вызывает. Как орел может вызывать гнездо? Если бы, например, написано было, что орел строит гнездо свое, или, например, переносит его одного места в дно другое, было более бы понятно. Но здесь употребляется слово «вызывает гнездо», как бы разрушает его, но не разрушает. Как понять вот эту фразу? Для этого давайте мы немножко посмотрим и вспомним, как орлы воспитывают своих маленьких птенцов. Орел и орлица, они, как правило, строят свое гнездо высоко в горах. И, как правило, они строят свое гнездо на каких-то ущельях, ближе к обрыву, ближе к скале. И они строят свои гнезда очень-очень высоко. Ну, например, у орла очень мощное зрение. Он может увидеть маленького зайца за три километра. Ну, например, у него есть две пары клетчаток на глазах. Одна от сопротивления ветра, а другая дает ему зоркость. Потому что, когда он летает, он может резко на ходу менять траекторию, он может менять направление на 180 градусов, находясь на полной скорости. Ну, вот у них появляется гнездо. Сухие сучья расставляются. Практически никакого комфорта. Появляются маленькие орляда. С первых дней отец их кормит, он им приносит мясо и сам лично заботится о том, чтобы они были накормлены. Но потом, с прошествием времени, птенцы подрастают, подрастают. И вот крылья их начинают немножко крепнуть. То есть, появляется пушок и настает тот момент, когда орел начинает вызывать свое гнездо. Как он это делает? В очередной раз он, принося пищу своим маленьким орлятам, он не подлетает к ним прямо к гнезду. Он встает на краю скалы и как бы подзывает к себе маленьких орлят. И вот из них, кто посмелее, он двигается по отношению к орлу, ну, к нему, и начинает к нему как бы идти. Но орел еще дальше, еще дальше, еще дальше. И вот наступает момент, когда он стоит прямо на краю обрыва. А в этот момент мама орлица так раз подталкивает маленького орленка, и он летит вниз. Он летит в пропасть, сильно пищит, но в этот момент начинает распрямлять свои крылья. Он начинает учиться летать. Как вы думаете, где находится орел, отец? Он рядышком. Он прямо вместе с ним летит. И когда он видит, что орленок держится на воздухе, он рядом. Но как только он замечает, что орленок летит камнем вниз, он резко подлетает снизу, подхватывает его на свои крылья и несет его. Несет, поднимает его еще выше, потом повторяет второй раунд, третий, пока маленький орленок не научается привыкать к свободе и ощущать вот эту прелесть полета. Потом он его обратно в гнездо, потом второго орленка, третьего, сколько их там есть. Посмотрите, как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих. Так Господь один водил его, и не было с ним чужого Бога. Братья и сестры, здесь сравнивается процесс воспитания вот с тем, как орел воспитывает своих маленьких орлят. Вот так и Бог каждого из нас воспитывает. Как он это делает? Он нас зовет на ту территорию, где свобода, где благодать. Он учит нас, каждого из нас, принимать самостоятельные решения, принимать решения правильные, иметь откровения. Но иногда бывает, знаете, как Бог обучает человека, иногда страшно. Вот страшно, Бог подводит человека, и человек, вот обстоятельства какие-то такие сложные-сложные, ему кажется, что он вот-вот разобьется. На самом деле Бог, как орел, он вот в сравнении, он всегда рядом. Как орел носится над птенцами своими, над гнездом своим. Вот так Бог, вот так и Бог. Братья и сестры, так Бог воспитывает каждого из нас. Бог допускает определенные обстоятельства в жизни человека. Он знает все слабости, стороны человеческой плоти. Он знает всю ДНК. ДНК – это долгосрочное хранение информации и передача из поколения в поколение. Он знает все моменты, где человек сильный, где он слаб. И вот, учитывая все это, Бог допускает определенные обстоятельства, которые лучше всего способствуют человеку для того, чтобы усвоить какой-то духовный урок. Как Бог народ израильский воспитывал? Вот так Бог каждого из нас. Бог воспитывает страны, иногда Бог церкви воспитывает. Но Бог начинает лично с души человека. Он воспитывает человека. Мне недавно пришлось слышать такой пример летом, как в одной семье один отец проявил такое отцовство. И мне понравилось, как он красиво очень поступил. У отца был сын, и в душе подростка шли какие-то процессы такие, ну, не очень хорошие. И он это понимал. И вот он говорит, говорит, сынок, давай мы с тобой поедем в соседний город и погуляем по городу. Мороженое, музей, просто проведем время вместе. И вот они поехали. Провели прекрасное время. Вернулись домой. А потом спустя какое-то время сынок говорит, пап, я опять собираюсь в тот город, но тебе не обязательно ехать со мной. Тебе не обязательно ехать, я могу и сам как бы поехать без тебя. Отец огорчился, но виду не подал. И тогда он принимает очень такое взвешенное решение. Он написал записку и подошел к сыну и говорит, сынок, я тебя благословляю. Езжай. Возьми эту записку. Если у тебя все будет хорошо, можешь ее просто выкинуть. Но если у тебя будут сложности, проблемы, возьми ее и прочитай. И вот этот сынок садится в поезд. Вокруг незнакомые люди. Мимо мелькают деревья на огромной скорости. И в какой-то момент он даже понял, как будто он едет не в ту сторону. И испугался, сильно перепугался. И вспомнил за записку. Вот он открывает ее, читает. А там написано, я в соседнем вагоне. Отец написал. Как красиво поступил. Он следовал за ним. И на тот же рейс он тоже взял, только в другом вагоне был. И мониторил, грубо говоря, так следил. И вот сын нашел тот вагон. Они поднялись. У них восстановились взаимоотношения. Посмотрите, вот как орел носится, как вызывает птенцов. Даже если он не в том направлении идет. Отец его не кинул. Он не стал его сильно осуждать. Но он нашел вот этот ключ к сердцу подростка. Братья и сестры, если небесный отец, если земной отец, извиняюсь, может вот так поступать. Тем более отец небесный, он заботится о каждом из нас. Даже если мы иногда идем не в том направлении, Бог хочет, чтобы мы шли в правильном направлении. Он никогда не отрекается от своих детей. Никогда написано, Бог верен всегда. Павел, сравнивая нашу верность и его, говорит, если мы неверны, то он пребывает верен. Почему? Ибо себя отречься не может. Помните 2 Тимофея? Прямо в середине этого послания. Братья и сестры, как Бог воспитывает нас? Бог это делает, когда мы стоим на коленях. Вообще ощущения, которые у человека, мысли, именно во время молитвы, все они играют огромную роль. К ним нужно быть особенно внимательным. Потому что иногда Бог может ответить человеку прямо в молитве. А иногда после молитвы. Но для этого важно научиться любить тишину. Сегодня люди хотят иметь вот именно знание, получать воспитание только через церковную кафедру. И вот человек приходит от проповеди к проповеди, от проповеди к проповеди. И жалко таких людей. Почему? Потому что они только одну сторону исполняют. Они только с одной стороны как бы учатся. Ходят в школу, а домашнего не делают. Но человек именно вот цементирует свое взаимоотношение с Богом. Он упование свое начинает возлагать. Не просто когда проповедник со стороны говорит, а когда он сам лично с Богом разговаривает. Как важно слушать воскресную проповедь. Как важно посещать все собрания. Бог может на некоторые наши вопросы ответить на самом маленьком собрании церковном. Когда никого нет. Когда мало ли. Зачем идти? У вас бывает такое или нет? У вас спрашивают, да, сегодня никого не будет на собрании. Может не стоит идти. У нас так иногда говорят. Так иногда бывает. А может быть на твой сложный вопрос в жизни Бог именно сегодня поставит точку. И Он тебе скажет, вот здесь. Вот здесь проблема. Или вот это надо исправить. Братья и сестры, как важно все-таки слушать Слово Божие в церкви. Но еще важнее это дома. Вот читать Слово Божие. Общаться с Богом. Это и есть вот та внутренняя формирующая сторона человека. Бог говорит очень тихо. Мне нравится очень такая иллюстрация, как... Знаете, много верующих сегодня говорят, что Бог как бы перестал отвечать. Ну, например, одна сестра мне недавно говорит, одна из взрослых говорит, я уже 20 лет молюсь, и мне Бог не отвечает. Небо закрыто, и Он не отвечает. А те, которые более горделивы, они говорят, наверное, Его вообще и уже и нет. Братья и сестры, это очень опасно так мыслить. Давайте себе представим. Вот магаитофон, да? Играет тихая музыка. Когда вокруг тихо, музыка разливается, и человек слушает, ее слушает. Но если вокруг начинает подниматься шум, и шум все громче и громче, шум начинает заглушать эту музыку. И жалкий тот человек, который говорит, все, музыка больше не играет. Она больше не звучит. А она как звучала, так и звучит. Просто шумно стало вокруг. Просто нужно вот этот шум весь убрать, и тогда человек начнет слышать голос Божий. Страсти греховные, суета-сует, чрезмерная занятость, вот этот бег по кругу без остановки, это все уловки врага. А человек должен остановиться, просто остановиться и найти тишину. Люди сегодня пугаются тишины, люди боятся тишины. Даже заходя в магазин, они хотят, чтобы музыка какая-то там играла, чтобы занимала их разум. Но тишина, братья и сестры, это именно то условие, когда Бог начинает разговаривать с человеком. Мы сейчас будем молиться. Давайте мы помолимся и поблагодарим Бога, во-первых, за то, что Он наш Отец, за небесное Отцовство Его, за то, что Он неравнодушен каждому из нас. Он всех нас воспитывает. А также попросим Бога, чтобы Он благословил нас в нашей жизни, понимать Его, поднимать Его Слово, чтобы мы были прилежными учениками в этой духовной школе, основатель, который является Бог. Аминь. Давайте помолимся.